всем привет под видео мне написал зритель говорит ему необходимо реализовать такую вот механику который игрок приезжает на точку нажимает кнопку которая засвечивается на экране и начинается событие гонка с противником он взял на диплом эту так скажем разработка игру и соответственно не получается реализовать эту механику честно говоря это одна из не таких уж сложных механик не знаю почему не получилось реализовать все таки я предполагаю что раз человек диплом пишет это уже необходимо знать но давайте я все-таки покажу что как и почему будем делать раз это гонки необходимо нам создать автомобиль до нажимаем создаем данный проект давайте сразу сохраним его день на рабочем столе так без стартовой все отлично я на был принятах пишу я не я си плюс не то что терпеть не могу я пытался их изучать меня не вышло у меня больше все таки желание паскаль смотреть и изучать так все до автомобиль у нас чуть быстренько проведем чистку так давайте рампы тоже почистим это тоже мы удалим все чистенько теперь давайте представим что у нас я не знаю мир какой-то определенный да у человека допустим город я так предполагаю он хочет типа делать nfs и соответственно у него какая-то точка куда он подъезжает и получать задания давайте реализуем такое ну как обычно . у нас либо так давайте я включу отображение старого вида я не могу на новом меня это просто смущает и бесит 425 на движок мне вот такая менюшечка больше нравится не знаю почему убирают в общем можно реализовать как бокс триггером и допустим создать для его установить где надо и получать заехал ли игрок сюда или нет но лучше конечно эктором потому что эктором можно создать еще какой-то внешний вид ну хотя и бокс триггером можно дать я все-таки склоняюсь к ректору это уже ваше решение ваше мнение что именно делать давайте назовем его как-нибудь чек вот это у нас будет как раз таки вот да то есть допустим . находится где-то в мире ему надо будет подъехать и получить некое задание так . высвечивается кнопочка до сразу создадим виджет blueprint к данному эктору здесь уже неважно напишем button все быстренько накидаем так сделаем какой нибудь border вот так чтобы внешне хоть как-то они виделись да выставим его по центру привязывание накинем сюда текст можно даже вот так так и кнопочку кнопочку тоже к центру привяжем чтобы все у нас в одном месте было пропишем какой нибудь я не знаю типа что нибудь некого так вот в раб и выставим по центру будет более менее симпатично так не на то нажал темненько и с просветом что нибудь более менее так button текст пропишем все при нажатии данной клавиши у нас будет загружаться какая-то миссия пока сохраним и в данном случае пока трогать не будем теперь надо надо заняться эктором который будет нам все создавать так давайте накидаем что-нибудь внешний вид какой-нибудь цилиндр какой-нибудь цилиндр какой-нибудь цилиндр так как он здесь выглядит он не виден сейчас слишком маленький увеличим его размеры еще но в принципе уже более-менее хорошо просто супер некая синяя поверхность куда мы будем заезжать так сюда же сразу добавляем бокс коллизию либо капсулу либо сфер коллизии давайте лучше сфер так выставим 20 20 20 маленькая 30 большая отлично будем гадать вот она достаточно вот такая вот сфера почти мы и заезжаем буквально да даже нет давайте можно меньше так в районе 60 сделала да идеально то есть мы попадаем в этот круг заезжаем внутрь и у нас будет высвечивается кнопочка так создадим overlap нам не нужен как минимум как минимум таковой мы на сферу будем тик нам наверное тоже не нужен будет теперь чтобы нам показать виджет нам сначала надо его загрузить точнее да создать не то что загрузить создать так создадим кастом бокс в котором мы поместим как раз таки создание нашего виджета виджет крейт как-нибудь назовем крейт виджет далее мы выбираем виджет наш который будет показывать кнопку и сразу запишем его переменную так это будет виджет надеюсь это видео кому-нибудь кроме данного человека еще более менее пригодится что-то новенькое заметить хотя я не уверен так делаем так зачем я виджет мне сама сам кастом прописать сюда то есть мы перед тем как появится персонаж мы виджет уже создаем но не показываем вы видите да здесь нету это то в ее порт то есть не показывается мы просто его создадим запишем переменную на begin play так нам еще много что пригодится сразу создадим еще один кастом event в нем мы будем маус enable делаем дубликатик так маус disable то есть окей то есть мы будем показывать мышку и скрывать мышку теперь нам надо вызвать такую ноду как get player controller чтобы она могла управлять из нее мы вытаскиваем set mouse cursor это одна из самых стандартных при работе с виджетом это обязательно надо знать и помнить мы его включаем то есть мы включаем нашу мышку и также мы записываем наше восприятие да так скажем наше нажатие в данном случае мы нажимаем input game and ui то есть мы разрешаем и в игре и виджетах так ну давайте заблокируем сразу на full screen и здесь уже не особо важно так вот это мы фокус фокус можно сразу кстати на виджет дать не всегда он конечно сработает но это хоть что то копируем у нас get player controller на маус так здесь мы отключаем потому что мы отключаем мышку в данном event и получается нам надо здесь здесь только игровой показывать то есть то есть только игру все мы отключаем наше управление мышкой виджетами и так далее теперь создадим еще один кастом хотя по сути нет все нам больше ничего не надо мы будем показывать мышку скрывать мышку и теперь нам надо на коллизию на так но у коллижа и оверлап то есть begin оверлап также заодно сразу нажмем and оверлап потому что когда мы заезжаем и когда мы выезжаем мы будем выполнять некие действия так например так как у нас персонаж это у нас седан да он называется не какой он там first person character и так далее то есть мы actor у нас будет принимать именно седан касту седан то есть делаем каст и сравним по сути сразу давайте его сюда скопируем теперь так мы проверяем если персонаж типа нам надо показать виджет мы достаем виджет и up to view в порт делаю но есть некая проблема да смотрите мы когда создаем мы виджет создали да то есть ладно он первый раз откроет но второй раз уже не откроет когда мы заедем потому что begin play только срабатывает один раз теперь нам надо сначала здесь проверить на существование это is valid то есть типа существует проверим так проверяем виджет у нас есть есть или нет если есть мы показываем его на экране и также мы сразу включаем мышку mouse enable если его нету мы прописывали вот такой виджет то есть мы создаем виджет заново если его нет и по сути мы делаем все то же самое просто копируем дублика делаем и сюда записываем включаем виджет сюда и все то есть а так когда мы будем выезжать мы данный виджет уже будем удалять то есть мы этот виджет remove from parent удаляем и нам снова мышку надо отключать то есть в данном случае он как будто бы продолжает играть ну ну и еще что то маус disable я неправильно писал ну и ну и ладно так компили все отлично как минимум пока все сохраняем проверим проверим что мы неправильно сделали так так мы сделали так 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 Вроде бы все правильно. Так, давайте сначала проверим, а он вообще определяет, что у нас персонаж заехал. Пока просто hello добавим. Да, отлично. Он вообще не определяет, что у нас персонаж. Почему? Персонаж седан. Сто процентно, да? Да. Да. Давайте увеличим до 90, посмотрим, что может быть коллизией. А, я же коллизию выключил, да? Вон так определить, нет? Или я врежусь? Да, 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 я коллизию выключил нечаянно. У нас мышка появилась. То есть мы вот на клавише сразу, видите, наводимся, даже не тыкали никуда. То есть мы нажимаем сейчас и, по сути, выехали. Мышки нет. Заехали, мышка появилась и можем нажимать на клавишу. Так, теперь нам надо просто на клавише создать некое действие. Он кликит. Здесь мы будем добавлять, допустим, какие-то действия, да? Допустим, чтобы наш персонаж... Допустим, если гонка проходит в этой же карте, да? То есть мы должны определить место, куда нам поставить персонажа и что именно запустить. Ну, там уже некие сложности. Так, что-нибудь воткнем. Давайте вот эту сферу и определим ее размеры. То есть локация, место, позиция 4500, минус 12230 и 110. Теперь мы на этой кнопочке давайте пропишем так. Мы тоже так же делаем каст на нашего персонажа, чтобы мы ее могли переместить. Кастусидан. Кастусидан. Гэтплеер паун. Вроде бы он уже паун. Сейчас проверим внутренности у данного пауна. Так, что у них есть? Какие переменные? InCarspeed, да? Что-нибудь есть такое? Если я здесь могу вытащить, значит все правильно. Да, все есть. Дальше мы должны задать ему место, куда он должен переместиться. Допустим, setWorldVocation или setActorLocation Так, setActorLocation Ну, endRotation, если необходимо, и поворот сделать будет. Ну, в данном случае давайте его и поставим. Так как у нас точки уже известны, мы их нашли на карте. Это вот эти. Так, и у нас это будет минус 700... Подождите, что-то не то. 4,5. 4,5 тысячи Минус 12230 И... Я уже не помню что-то... 110 По... Повороту мы, допустим, скажем, ну там, я не знаю, как написано там, 90, да? А, здесь ничего не написано. То есть он будет сюда смотреть. Давайте повернем. Он здесь не поворачивается. Как минимум мы его здесь не увидим. Ладно. Просто сделаем 90. Заезжаем, посмотрим. Начать бой? Да. Опс. В чем проблема? В чем проблема? Телепорт, флаг... Действительно. И... Мы оказались на той точке, где мы указали. И под нами должен быть шарик. Где он? Что-то я его не вижу. А, все. Хм, sorry. Это у нас пустая точка оказалась. То есть, при нажатии этой клавиши здесь все, что угодно пишите. Я не знаю, есть какие-то определенные действия, продолжаются. То есть, допустим, загрузка карты или еще что-нибудь. Все сюда можно прописать. И... А... Уже... На самой карте сделать загрузку определенного действия. Допустим, человек поедет. Человек... Ну, то есть, в смысле противник с тобой едет уже по карте или еще где-то. Я думаю, я выполнил данное действие. Показал, что именно, как делать. На этом все. Человек, который задал мне такую деятельность, если тебе это помогло, отпишись в комментариях. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok